Музыка Приветос, амигас! Вчера я ходил в магазин и увидел там такого мужика, уже достаточного возраста, наверное лет под 40, в футболке World of Tanks. Спереди написано что-то типа раш по центру или свет по центру, а сзади написаны какие-то такие видимо крылатые фразы типа я только сел или еще один бой и спать, что-то такое короче, ну там много-много надписей было. Вот, я вообще думал, что продукцию такого плана покупают в основном школьники, но единственное что может купить себе взрослый человек, ну это кружка какая-нибудь надпись или еще какое-нибудь говно, но явно не часы за 1000 рублей и не футболка, чтобы ходить в ней по улице. Ну, потому что то, что ты играешь в World of Tanks это отнюдь не то, чем надо гордиться и то, что выставлять себе на показ как бы, вот я думал, что вот так. Но в любом случае, я почему-то глядя на него вспомнил одного человека, с которым я раньше пересекался в этой игре и хочу вам о нем рассказать, просто хочу, чтобы любители World of Tanks о нем послушали. В общем, когда-то давно, года три назад, если не больше, я находился в одном клане, ну такой клан скорее донный даже, чем средний, стреляли автоцелью, путали педали, все стабильно, в общем классическая ситуация. Но командир этого клана был прям весь из себя такой тру задрот, статадрочер прям, онлайн у него выше крыши стабильно днем и ночью. И вот как-то захожу я в РК и слышу разговор, как его спрашивают, а что ты, говорит, днем и ночью онлайн сидишь, ты что там не работаешь, ничего не делаешь? Он говорит, нет, у меня просто жена беременная там на каком-то на восьмом что ли месяце, вот она родит и я танки брошу, поэтому вот хочу наиграться напоследок, навоеваться, чтобы душеньку-то отвезти перед ссылкой в семейную жизнь. А то теща злая, жена орет, все понятно, вот, короче, вот так вот, вот. Ну, проходит какое-то время, жена рожает ему сына, он уходит из клана, ну, думаем, ну все, потеряли игрока, ушел в семейную жизнь с головой. Но, однако, нет, что вы думаете? Он переходит в другой клан, уже в более скиллованный, уже не командиром клана, рядовым бойцом и точно так же продолжает играть, набивая статистику, прокачивая танки, хотя перед этим говорил, что будет маленький ребенок, кричать будет нельзя, не кричать он не может, потому что олени бесят. На тот момент, насколько я помню, у него было где-то 33 тысячи боев, что-то около того. Сейчас у него боев 77 с половиной тысяч. Зарегистрирован он в World of Tanks в конце сентября 10-го года. Поверьте, никому он аккаунт свой не передает. Он играет сам, потому что он жуткий статадрочер, там что-то 60, сколько-то там с чем-то процентов побед, стата в районе двух тысяч, то есть КПД. Если он в бою слился раньше, чем нашкелял где-нибудь 5 косарей дамага и посчитал кого-то другого в этом виноватым, визг стоит такой, что просто охренеть. И это все я говорю к тому, что эти 77 с половиной тысяч боев он выкатал сам собственными руками, это я вам гарантирую. То есть каждый бой вот в этой игре он ехал в одно и то же место, встречал там одних и тех же врагов. Ну я уже говорил в своем видосе, как World of Tanks программирует людей, то есть ездить в одни и те же места, стоять в одних и тех же кустах, стрелять в одни и те же танки, в одни и те же места и так далее. Далее запускаем калькулятор, вводим число 77500. Именно столько боев откатал этот примерный семьянин. И делим на 5 лет, потому что в игре он ровно 5 лет. Получаем 15500 боев ежегодно. Делим эту цифру на 365 дней в году. Получаем 42 с половиной боя ежедневно. 40 сука 2 боя в день в World of Tanks. Вы просто вдумайтесь, 42 боя ежедневно. При том, что средняя продолжительность боя в картохе это никак не меньше 5 минут. Ну вообще никак не меньше 5, но при этом я могу сказать, что в районе 10 минут даже скорее средний бой происходит. 5 минут это если команда слилась. Но он-то статист, он-то не сливается. Ну давайте возьмем примерно 7,5 минут средняя продолжительность боя. Думаю, что с этой цифрой никто спорить не станет. В итоге получается, что ежедневно он играет в танки никак не меньше 5 часов. То есть 5 часов каждый день в течение 5 лет. Ну или может если он в какой-то день не играл, значит на следующий день он наиграл часов 10. Получается, что так. Округлим время игры до 5 часов ежедневно. Умножим 365 дней в году на 5 лет, что он играет в эту игру. И полученную цифру умножим на 5 часов. Получается, что в эту игру он играл 9125 часов. Делим на 24 часа в сутки. Получаем 380 дней. То есть непрерывно он играл в World of Tanks больше года. Год своей жизни чисто он взял и вбил в World of Tanks. При этом он не вододел. Он не снимает никакие гайды, никакие видео для ютуба. То есть за эту игру он практически ничего не зарабатывает. Ну может быть клан ему выплачивает какое-то золото. Но куда его девать, кроме как на голдовые снаряды и прочую хренотень. Или премиумные танки и прочую фигню. То есть в реальные деньги золото-то, насколько я знаю, не вывести. Как я узнал, работает он в каком-то магазине 5 дней в неделю. То есть 9-часовой рабочий день. Ну 8 часов работы плюс час обеда. Вот он приходит с работы, садится за компьютер, включает World of Tanks. И все, 5 часов его нельзя трогать. Иначе опять будут крики, вопли, отвлекают, убивают и все такое прочее. Самое страшное, что он не рекордсмен этой игры по количеству боев, по количеству времени убитого. Таких зомбарей, а это, ну по сути, это реально зомби. Потому что он зомбирован этой игрой. Это не то, что игровая зависимость. Это уже вообще полная шизофрения. 42 боя в день. Да еще и в какую игру, где раз за разом едешь в одно и то же место пострелять. Так что все вот эти картинки в интернете, типа World of Tanks, горе в семье. Или истории про всякие разводы, разырывы отношений, кого-то выгоняют с учебы и так далее. Это абсолютная правда. Из-за World of Tanks это случается сплошь и рядом. Это хуже, чем линейший World of Warcraft в свое время. Поэтому, если вы большой любитель погонять в картофельные танчики, любитель настолько, что вы ходите в магазин футболки World of Tanks и всем показываете свою принадлежность к этой игре, думая, что это какое-то огромное братство игроков в танке. Будьте осторожны, я серьезно. Сегодня вы играете в танки по 5 часов в день. Завтра вы ночуете на вокзале на лавочке под газетками. Ну, потому что, согласитесь, что жена этого чувака долго это дерьмо терпеть не станет, когда муж приходит с работы только для того, чтобы в танки поиграть. Кому нахрен нужен этот биоробот? Я небольшой специалист в семейных делах и никому не хочу ничего учить. Но, блин, стоило ли вообще заводить ребенка, жениться для того, чтобы вести такой образ жизни, играя в танки по 5 часов в день после работы, превратив игру в свой смысл жизни? И к чему вообще стремиться можно в World of Tanks? Для чего играть по 5 часов в день, если у тебя уже вся техника игры стоит в ангаре? Что, чего здесь можно добиться? Выступать в каких-то клановых боях? Может быть, в киберчемпионатах каких-то? Но, насколько я знаю, он в этом не участвует и не участвовал. Ну, на глобальной карте, да, воюет. И на этом все. Ни в какую звездную суперкоманду типа Virtus.pro и прочую хренотень он не входит. Например, играя в Lineage 2, игроки частенько ставили себе космические цели такого масштаба, типа убить всех боссов, начиная от Баюма и Антареса, кончая Валакасом и прочих, кого там еще навыводили. Захватить какой-нибудь замок себе, желательно Аден, стать топовым кланом, постоянно какие-то сражения, там еще что-то. В World of Tanks ни хрена такого нету. Можно кланом держать какой-то клочок земли, но это ни хрена не замок. То есть, строить какой-то там укрепрайон, еще что-то. Ну, это и в половину не так круто. То есть, игра, по сути, бесконечна. В ней нет какой-то одной большой сплошной цели, если ты не киберспортсмен. Зато в ней есть стата, так называемая, которая даже не на официальном сайте указана, а на сторонних ресурсах. И именно она, видимо, и заставляет людей сидеть и играть в танки годами, просто годищами, тратить время своей жизни, не тратить, утилизировать время своей жизни, играя в World of Tanks, по три, по четыре, по пять часов в день, и конца и края этому не будет. Я думаю, что этого чувака, на самом деле, пора уже к какому-нибудь психологу оттащить и проводить лечение электрошоком или медикаментозное, не знаю. Потому что играть пять часов в день в World of Tanks, это вообще ненормально. Это клинический случай. Мне было бы вообще насрать, если бы это был очередной стандартный задрот, который весь день играет в танки, перед сном подрочит и ложится спать. Но нет, он этим самым портит жизнь своей семье. Он женился на какой-то бабе, которую, я не знаю, уговорил на то, что я брошу танки, я брошу танки, сейчас родим и брошу. Родил ребенка и продолжает сидеть и играть.